Молодежная инициатива Сейчас это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Татьяна Сергеевна Пешкова, заместитель начальника управления по делам молодежи администрации Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. Кравченко Дарья, один из кураторов проекта «Победителя молодежной инициативы 2018». Здравствуйте, Даша. И Денис Горбунов, лауреат конкурса «Молодежная инициатива 2017», организатор фестиваля Москвы. Здравствуйте, Денис. Рада очень видеть вас у нас в студии. Даша, наверное, первый вопрос будет к вам. Ваш проект был посвящен поэзии, проект, который вы сегодня представляете. Расскажите о нем, насколько изменилась ваша жизнь, да, создателей этого проекта, я имею в виду, в профессиональном плане после того, как вы стали победителями премии «Молодежная инициатива». Нам интересны все подробности. Все подробности, но начну я, пожалуй, сначала. Честно говоря, никто из нас, из всей команды конкурсантов не ожидал того, что мы можем взять грант. Мы пытались до этого, но у нас никак не получалось, и мы не очень верили. В какой-то момент нам даже казалось, что ну как бы, ну это же поэзия. Какая поэзия? Зачем она? Кому она нужна, кроме нас, тех, кто пишет? Но в конечном итоге оказалось, что даже ее можно сделать очень интересной и необычной. Мы подавали на грант программу «Сказки.нет». Это театрализованная постановка, и в итоге реализовали ее. Она оказалась большой точкой роста для нас, потому что мы выпускали тогда свой второй состав, который нынче считается главным. И реализовали таким образом и проект, и новую кузницу кадров для самого состава класса коррекции поэтического шоу, который я представляю нынче. Ну и в целом дальше поняли, что это интересно не только с точки зрения шоу, но и с точки зрения какого-то конвейера обучения для людей, пишущих. Мы стали делать открытые микрофоны, поэтические мероприятия. Ну а все по факту началось с победы на гранте. То есть, конечно же, развитие стремительно стало происходить, да, после победы? Стремительно — не то слово. Мне кажется, мы никогда так активно не работали, как вот в этот год с тех пор, как получили грант. Потому что появилась мотивация что-то делать, появилось понимание, что это нужно далеко не только нам, что это правда интересно и важно. И мы тут, ну, не просто какие-то случайные люди, которые мимо проходили, а тоже важны. Денис, ну, безусловно, хочется услышать вашу историю. Как изменилась ваша жизнь после победы? Ну, мы молодежную инициативу выигрывали минимум два раза. Это первую, не помню даже в каком это было году, наверное, 2013-м, может быть, 2014-м. Вот тогда еще первая молодежная инициатива. И, собственно говоря, в 2018-м году, в 2017-м даже, вернее, мы экстрим-фестиваль «Мосты». Мы приняли решение делать фестиваль, и у нас абсолютно вообще был ноль на балансе. Это часто бывает в моей команде. Вот, мы принимаем какое-то решение делать крутой проект. Ну, тем самым себя вводим там в зону, так сказать, дискомфортно, не баланса, и начинаем более активнее все работать и действовать. Нам первое, нужно было найти средства, второе, сделать крутое мероприятие. То это получилось. Вот, и мы максимально начали там, где это было возможно, принимать участие, чтобы с партнерами, чтобы привлечь финансирование для проекта. Вот, фестиваль стал одним из самых массовых на Дальнем Востоке. Экстрим-фестиваль «Мосты» на данный момент такими является. Уже приезжают там более, ну, сейчас 150 человек участников со всего Дальнего Востока. В 2017-м году только команда «Сахалина», 50 человек прилетело на самолете. Для нас было большим успехом. Вот. Ну, собственно, как-то вот так. Ну, и все дальше развивается, развивается. Сейчас это уже, конечно, совсем большой проект, да, который выиграл премию Russian Event Rush, там, что-то там, 2016, как лучший проект в области спорта. Это всероссийская премия? Вот. И заевал гран-при вместе с Мариинским театром. Для нас это было отдельной вообще заслугой, победой. И, собственно говоря, идем дальше. На этом не останавливаемся. В этом году, в том году привезли лучших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду 2020. Это Костя Андреев и Рекрезаев, которые выступают уже за нашу страну на международных соревнованиях. В этом году хотим сделать еще круче. Во-первых, хотим новую площадку, но уже над этим работаем. Не знаю, успеем или нет. Очень сложно, пока все идет. Но второе, точно работаем, чтобы уже спортсмены приехали международные. Над этим тоже занимаемся. Обсуждали это на ШОС. Собственно, сейчас просматриваем, чтобы участники ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, чтобы, собственно, спортсмены из этих стран приехали к нам на мероприятие. Ну, вот над этим работаем. Надеюсь, что получится. Ну, то, что вы сейчас рассказали, это, конечно, подтверждение тому, что стоит принимать участие в этом замечательном конкурсе, потому что ваши проекты очень масштабные. Я хочу вас поздравить с победами со всеми, Даша. А вас с Днем поэзии, который вот-вот прошел буквально недавно. Хочу поздравить. Татьяна Сергеевна, думаю, вам слово. Давайте напомним. Вот Денис сказал, что он уже забыл, в каком году он выиграл первую молодежную инициативу. Как давно существует этот замечательный конкурс? И давайте немножечко, наверное, о нем расскажем в целом. Молодежная инициатива – это конкурс проектов. Участниками конкурса может быть молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, как мы уже проговорили, и победители конкурса получают денежные средства на реализацию собственного проекта. В этом году будет определено 5 победителей, которые получат по 60 тысяч на реализацию проекта. Но и конкурс существует действительно давно, с 2014 года. Он проходит ежегодно. То есть уже зарекомендовал себя, он уже становится популярным. И вот в контексте этого разговора интересно узнать, растет ли количество желающих принимать участие с каждым годом. И появляется ли все больше и больше интересных предложений. Потому что, насколько я знаю, все идеи и все участники, они абсолютно не ограничены какими-то рамками. То есть это может быть любое дело, которое пойдет на пользу, как мы сказали, и Владивостоку, и его жителям. Да, участников мы не ограничиваем, количество участников мы принимаем, все заявки, которые к нам поступают. Участников ежегодно достаточно много. Ну, наверное, больше 40 участников у нас ежегодно выходят на конкурс. Что для этого нужно сделать? Насколько сложно принять участие? Может быть, нужно какую-то, я не знаю, суперпрезентацию подготовить? В общем, что для этого необходимо сделать, чтобы стать участником проекта «Молодежная инициатива»? Необходимо заполнить заявку, которую мы размещаем у нас на сайте администрации города, да, wlc.ru. Эта заявка есть. Информацию мы размещаем и в наших социальных группах. Заявка достаточно простая, она детализированная, поэтому любой желающий может с ней справиться, ответив на вопросы. Если есть вопросы, всегда можно позвонить в наше управление, и специалисты помогут, подскажут, ответят на какие-то конкретные вопросы. То есть проконсультироваться можно по телефону? Даша, Денис, к вам сейчас будут вопросы. Вот мы рассказали по формальности, да, которые необходимы для участия. Интересно узнать, как это изнутри происходит. То есть насколько это было затратно, может быть, морально, да, физически, насколько сложно принимать участие в таком конкурсе, или же наоборот, это не так-то и сложно, как может показаться на первый взгляд. Это страшно в первый раз. Тебе кажется, что на твою заявку даже не посмотрят. Но ты представляешь, что вот там сидят сейчас такие умные взрослые люди в кабинетах, в пиджачках, и они открывают твою заявку и думают, что ты здесь понаписал. То есть тебе полная неуверенность в себе. А потом, ну, не знаю, крылья вырастаются. Каждым разом все легче и легче, и больше желания. Когда у тебя первый раз получается, дальше ты хочешь еще больше. Ну, вот в этом году мы планируем снова подаваться на конкурс, на молодежную инициативу. Не знаю, насколько получится. Не готова пока раскрывать секреты того, с чем подаемся. Но желание это делать точно появилось колоссальное. Денис, а ваше мнение? Ну, мы ничего не боялись. Вам было нечего терять, как вы поняли из вашего рассказа. Да, и, собственно говоря, мы знали, что мы делаем и для чего. Я считаю, что ребята, у которых есть проекты какие-то интересные, они не должны бояться, пусть участвуют. В этом нет никакой сложности. Что говорится, суперпрезентация, на чем она будет круче, тем будет, соответственно, больше шансов. Что касается каких-то вопросов, то еще можно позвонить не только в управление по делам молодежи, но и, собственно, тем, кто уже побеждал. Нас же несложно найти, кто реализует проекты. И позвоните им, и спросите их экспертное мнение, как они это прошли. И уже им, наверное, будет проще получить от нас какой-то совет уже нашего опыта. Поэтому не нужно бояться, нужно делать те проекты, тем более, которые нравятся. Да, поначалу, если вы никогда ничего не делали, не защищали, ну, это, как, не знаю, диплом в институте сдавать или экзамен в школе, ну, это всегда волнение так или иначе. Но в целом, если вы уверены, что это нужно городу, это несет пользу, это не просто какой-то проект, который приносит вам прибыль или коммерческую прибыль, это социальная нагрузка, которая полезна для, ну, вообще, в принципе, для жителей, еще там студентов и так далее, какой-то активной молодежи нашего города, то нужно делать, идти, подаваться. Если эти проекты входят в ту сумму, да, которую грант рассчитывает, может быть, они у вас больше, но вы рассчитываете на субфинансирование, и у вас еще есть какие-то дополнительные, собственно говоря, партнеры или, там, не знаю, спонсоры, которые вам помогут закрыть ту часть или вы как-то по-другому ее найдете, то тогда нужно действовать, и так или иначе это хорошая помощь, и такой на многих старт дает возможность дальше идти на победу, вас, да, смотивирует делать что-то еще больше, вот как у Даши в команде. Даша, как у вас, какой должна быть подготовка, в какой форме вы представляли свой проект? А, им, переспрошу, имеется в виду презентация сама, правильно? И презентация, да, и как долго вы готовились к этой презентации, то есть, чтобы участники потенциально, они понимали, сколько времени необходимо отвезти для того, чтобы стать частью этого проекта? Да, на самом деле готовить заявку не очень долго, она очень подробная, достаточно простая, интуитивно понятная, опять же, всегда можно спросить советы. Защита тоже не очень долго длится. Сейчас, спустя год, я даже не готова говорить о каких-то временных рамках, потому что мы с тех пор еще там на ряд грантовых историй подавались, и все они в итоге слились воедино, но, тем не менее, все были очень полезны. Поэтому это точно несложно, это абсолютно точно несложно, было бы желание. Ну и плюс, мы делали это командой, командой всегда проще. Если у вас есть люди, которые готовы помочь вам и с оформлением заявки, и с подготовкой самого проекта, чтобы он был яркий, крутой, интересный, и вы были просто в нем уверены, с презентацией не выйдет проблем вообще никаких. Вы будете знать свой проект от ИДО. Это должен представлять один конкретный человек, или это может сделать группа людей? В нашем случае это представлял один конкретный человек, это наш режиссер-постановщик. Мария Кравцова, да, в целом не видела, что представляли коллективно конкретно там, но уверена, что это возможно. Я дополню. Можно, если это может быть и один человек, может быть и команда проекта, может быть и два, и три человека. Ну что вот у нас Денис, наверное, может поделиться опытом, они вообще сногсшибательно представили свой проект, они принесли оборудование, не только рассказали о том, что это будет, и как-то они даже показали. То есть жюри, конечно, будет оценивать, безусловно, и то, как форму представления проекта. Конечно. Это будет играть значение. А кто является членами жюри? Я, наверное, сейчас не буду озвучивать фамилию до конца, потому что у нас экспертный совет еще формируется, два участника еще не подтвердились, мы ждем от них решения. Но в состав экспертного совета всегда входят специалисты в области социального проектирования, специалисты, работающие с молодежью, представители администрации города и общественные деятели. То есть достаточно серьезные эксперты присутствуют в комиссии, и в любом случае нужно готовиться так, просто прийти и рассказать историю не получится, чтобы выиграть. Конечно, готовиться необходимо. Чтобы стать победителем молодежной инициативы. Давайте сейчас делаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, сегодня говорим о проекте молодежной инициативы 2019. И я так понимаю, что уже пора, пора прямо подавать заявки. Каковы сроки? Да, прием заявок в этом году уже начался и продлился до 28 марта. Поэтому смело заявки подавайте, мы ждем. Количество участников? Количество участников не ограничено. Ждем всех, не бойтесь. Вот как ребята уже сказали, пробуйте свои силы, подавайтесь. Если есть вопросы, звоните к нам. Я думаю, что у многих сейчас телезрителей возник вопрос, можно ли поддержать своего товарища, который принимает участие, либо зайти на сайт, может быть, выбрать интересующий проект, который больше понравился из тех, кто принимает участие. Могут ли они как-то участвовать в судьбе? Онлайн-голосования у нас нет. Решения принимают эксперты. Но поддержать своего участника можно. Ребята могут прийти к команды. Ребят, может быть, кто-то из участников вам особенно запомнился из прошлых опытов? Кто защищал? Кто также, да. Ваши сок-конкурсанты. Но всегда запоминаются те люди, которые делают презентацию интересной, красивой, какой-то незабываемой. Это запомнится непосредственно экспертам и тем, кто участвует. И они для себя что-то возьмут. Поэтому не нужно бояться, нужно действовать. Но так сложно сказать. Много ребят участвовало. Мы с многими реализуем проекты совместно в городе. Мы все классные. Нельзя кого-то выделить. Все по-своему хороши в чем-то, индивидуальны. Поэтому все красавчики, кто победил, уже молодцы. Они бы не были там просто так. Даша? Я соглашусь полностью. Это та самая ситуация, когда ты не готов выделить кого-то одного. По той простой причине, что для меня, когда человек, в принципе, выходит отстаивать свою идею, говорить о том, что смотрите, я сделал, и для меня это важно, и пускай будет важно для вас, это уже огромное достижение, огромный шаг над собой. Поэтому в любом случае каждый, кто принимает участие, достоин громких аплодисментов и похвалы. Даша, Денис нам подробно рассказал о своих нынешних проектах. Интересно послушать чуть более подробно о вашем. Может быть, даже как вас найти, как стать помощником, если вам таковые требуются? В целом, да. Нам всегда нужны помощники, но это скорее помощники именно по технической части. Потому что, к слову, на данный момент попасть в класс коррекции не так уж и просто. Это достаточно такой строгий отбор, как, например, ввелся отбор перед реализацией гранта, который мы выиграли. Это точно некая конкурсная основа. Но в целом, видеть на мероприятиях мы готовы всех и каждому. Те же открытые микрофоны к вопросу о том, чем мы занимаемся вот сейчас, до того, как готовим новый грант и после того, как реализовали прошлый, мы делаем открытые мероприятия для всех желающих. Мы работаем с поэтами. Сейчас, в ближайшее время, в ближайшие полгода, нас уйдет на то, чтобы ездить по муниципалитетам, тоже реализовывать один из грантов, работать с муниципальными поэтами молодыми, потому что таланты есть везде, и мы в этом уверены абсолютно. Но, к сожалению, не везде им есть куда пойти. Ну и, соответственно, Владивосток и только его рамки — это здорово. Но когда ты идешь куда-то дальше, ставишь своей целью чуть больше, чем работать только в рамках одного города, появляются вот такие вот идеи. И я очень рада, что мы всегда находим поддержку в этом, в том числе управление по делам молодежи. Это на самом деле радостно. Поэтому, когда я слышу что-нибудь из разряда «мы не знаем, как сделать» или «у нас ничего не получается», ну, наверное, вы просто не пробовали. Потому что мы за год абсолютно точно доказали, как и другие участники и победители молодежной инициативы, что все возможно абсолютно. Стоило только захотеть. И не лениться, да? Абсолютно точно, да. Не лениться — это самое первое правило. Естественно, ясно из вашего ответа и предыдущих ответов, что очень серьезное развитие получил ваш проект после победы. А можете ли говорить о том, что, в принципе, поэзия стала серьезнее развиваться во Владивостоке, в частности? Я так понимаю, даже в Приморье, после того, как вы стали победителями в конкурсе. Скажу глобально, когда я переезжала в Владивосток сама, 5 лет назад, ничего подобного вообще не было. То есть сама структура, культура, поэзия и литература в городе очень сильно выросла. И в том числе благодаря постоянной поддержке. То есть это интересно и на муниципальном, на краевом, на городском, на каком угодно уровне. Мы просто вовремя попали вот в общую волну, и нам это важно и интересно. Поэтому проект развивается, и развивается и поэзия в целом, чему я, как человек, пишущий, несказанно рада. Денис, ну я так понимаю, вы тоже можете сказать, что ваш фестиваль повлиял так или иначе на определенные развития во Владивостоке? Ну, в принципе, да. Экстрем фестиваль мосты заложил большое начало для вообще развития экстремальных видов спорта. Началось еще все с контестового моря, advanced level на площади, тех, например, больших ежегодных мероприятий, которые мы проводили. Каждый год строили новый парк. И дальше, дальше это приросло в такое большое событие, которое все любят, ждут, приезжают из других регионов, постоянно спрашивают. Вот, я тоже за это безумно благодарен, там, управленные по делам молодежи. Мы достаточно большую работу совместную сделали. Я, в принципе, всегда был услышан ими, и они, как бы, мной, это очень хорошо. Поэтому всем, кто делает, не нужно бояться, нужно действовать. И каких-то рамок, ограничений нет. Ну, вот вообще команда advanced team, команда deadline, все, что можно сделать там за месяц, мы в итоге делаем за ночь. Да, ну, как-то вот так сложилось, но зато мы за этот промежуток очень много, мы достаточно активно работаем, но можем это все реализовать в жизни, сделать хорошо. И тем, кто будет участвовать, да, хочется сказать, чтобы они акцентировали, в первую очередь, проект, для чего он это делает, что он хочет сделать, для себя что-то конкретно, да, там, какую-то выгоду, если такие, мы не расслышали. Ну, либо что-то полезное для людей, окружающих, для города. Вот это очень важно. Если его позиция вторая, то, скорее всего, результатов на то, что он победит, у него намного больше, чем просто проект для себя. Там, я хочу поехать в Таиланд, ну, примерно, да, мне утрирует. Это, конечно, никакой пользы, кроме его самому, не принесет. Поэтому нужно делать проекты нужные, классные, какие-то необычные, чтобы они были полезные на будущее, с каким-то дальнейшим развитием. И, может быть, даже неодинарные, но чтобы у него было будущее. Ну, смотреть наперед и отсюда, чтобы и молодежь увлекалась, как у нас. Сейчас более тысячи спортсменов занимаются экстремальными спорта. Все постоянно растет. У нас самый большой на Дальнем Востоке экстрим-парк на спортивной набережной. И мы идем на этом и не останавливаемся вперед-вперед. И в этом году уже из фестиваля экстрим-фестивальной мосты трое лучших спортсменов Дальнего Востока поедут тренироваться за границу. Это чисто наша инициатива, наши команды. Мы уже отбираем буквально два дня, кто это будет. Уже двух отобрали, решаем насчет третьего. Но это же очень классно, когда такие проекты реализуются, все идет. У спортсменов есть мотивация, возможность чем-то заниматься, в том числе у молодежи. Они не сидят по подъездам, еще где-то, а всегда с чем-то заняты. И заняты хорошо. И, собственно говоря, отсюда результат уже и на Россию ездили. И в 2017 году выиграли в Шанхай Ванс Риут. Женя Бузукин благодаря тоже мероприятию победил. Отправили его бесплатно, он поехал в Шанхай, выиграл первое место на международных соревнованиях. Ну и это очень классно. И город этим гордится, и спортсмены тоже. И отсюда все идет дальше, вперед. Хотела спросить, советуете ли вы участвовать тем, кто еще не пробовал в конкурсе, таком как молодежная инициатива, в других конкурсах у нас и в городе немало. Но, наверное, я спрошу по-другому, потому что на этот вопрос вы уже, очевидно, ответили. Как вы считаете, развивались бы настолько стремительно ваши проекты, если бы вы не стали участниками этого конкурса? Даша. Я думаю, что мы бы в любом случае достигли какого-либо результата, результата хорошего. Но просто это заняло бы гораздо больше времени. И я почти уверена, что к этому моменту мы бы уже перегорели. Потому что сам формат класса коррекции достаточно давно существует. Но то, какими быстрыми, скачковыми темпами мы растем последний год, ну, это только спасибо вот поддержке, управлению по делам молодежи, истории с выигрышами, грантов и так далее. Поэтому развиваться-то развивались бы, но так ли быстро и так ли эффективно? Не сильными шагами. Да, поэтому тут скорее вопрос скорости и вопрос, опять же, мотивации. Когда у тебя долго не получается, когда ты репетируешь каждый день, а на твою программу приходят 20 человек, ты просто очень сильно гаснешь. Так что это больше история про творчество, хотя мне кажется, что в любом проекте мотивация играет очень большую роль. Поэтому как-то так. Денис? Ну, и еще хочется отметить, что не только же главное деньги и средства. У управления по делам молодежи есть много ресурсов, помимо денег. Если ваш проект, допустим, не выиграл или что-то еще, вам могут посоветовать, направить. Может, вам эти средства вообще уже не нужны. Есть какие-то ресурсы, которые решатся без средства. Есть партнеры управления по делам молодежи, такие как мы, которые уже много лет взаимодействуют. У нас тоже есть свои ресурсы. Каждый из нас в команде, кто в городе что-то творит, это порядком 20 человек. В принципе, мы друг другу уже все взаимодействуем и помогаем. Поэтому, возможно, просто это поведет вас к нам, и вы уже дальше будете все реализовывать. Не самое главное деньги, за которыми вы, собственно говоря, идете как за грантом. Это абсолютно не самый главный приз. Также у нас есть проект будущего. Это Riglet Park. Мы тоже его презентовали на молодежном инициативе в 2017 году. Это сноуборд для самых маленьких, от 3 до 6 лет. Это абсолютно бесплатно. Его все уже давно ждут в городе. Но, к сожалению, отсутствие снега… Нет, ну он появился, но ненадолго. Уже второй год мешает нам его запустить. И у нас уже все готово. Я очень надеюсь, что в следующем году он будет. И мы наконец-то запустим этот шикарный проект мировой. И он будет запущен в Владивостоке. И дети будут бесплатно заниматься. Это очень классно. Там полностью оборудование, парк. Все это предоставим. И тренеры будут учить детей, их родителей. Это такое укрепление семьи, взаимодействие. В общем, всех вместе, отдых на природу. Это очень здорово. Я надеюсь, что в следующем году будет снег. И у нас все получится. И мы со своей командой обязательно это реализуем. Я в свою очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Пожелать удачи, дальнейшего развития. Спасибо вам за то, что вы делаете. Вам спасибо, что позвали. Огромное. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова